Здарова! Значит, смотри, сегодня мы с тобой поиграем, будем возрождать эту прекрасную кастовку Thundercode RPG. Уже после одного буквально видоса онлайн потихонечку растет у кастомочки, и я понимаю, что она вам нравится. Она мне нравится, и это, можно сказать, то почти с чего мы начинали такой активный по фарму сегмент видосов на нашем канале. Поэтому, друзья, я вам хочу попросить, если вам нравится этот режим, если вы хотите больше на канале этого режима, то, пожалуйста, поддерживаем лайкусиком видосы. Обязательно пишем какой-нибудь комментарий для продвижения видоса именно на площадке. Грустно, грустно сейчас все на самом деле на YouTube, поэтому без вашей помощи, друзья, абсолютно никак. Так вот, даже если вы никогда не ставили лайки, просто вам нравится смотреть видосы, поставьте, поставьте, вам не трудно, а мне это очень сильно поможет. Ну и саживаемся поудобнее, друзья, небольшая рекламная пауза, и продолжим. Друзья, как вам инт в этом году? Некоторые игры показались мне довольно скучными и предсказуемыми. Смотреть их, если честно, не особо было желание, и чтобы как-то скоротать ожидания действительно крутых матчей, я зашел на Дота Лут. Ведь здесь вы не только весело проведете время, но и ежедневно можете забирать бесплатные арканы. Для этого нужно лишь каждые 3 часа открывать новый сундук на Дота Лут, выбивать оттуда рун и подниматься в топе игроков и забирать свою халяву. Ну а для тех, кто любит всякие квесты, существует новое временное приключение, в котором можно забирать 3 гарантированные арканы за выполнение простых заданий. Да и ладно с этими арканами. В конце вам подарят один из самых дорогих предметов в Доте, плюс откроют доступ к 3 секретным сундукам, откуда вы получите еще больше рун. А значит, сможете принять участие в раздаче легендарного Байбера Шана за 80 тысяч рублей. Напоминаю, что это все абсолютно бесплатно. А благодаря моей ссылке снизу, вы можете уже на первых уровнях приключения забрать сразу 2 бесплатных предмета. Ну и про мой промокод не забывайте. Спасибо большое, что посмотрели рекламу, друзья. Специальная ссылка для вас есть в описании к этому видосу. Воспользуйтесь. Смотрите, сегодня играем на сларке. Герой, который просто с каждым крипом стакает огромное количество ловкости до 3,5 за стак за одного убитого крипа. А это фармилка, PVE фармилка, где будет очень много крипов, соответственно, у нас будет очень много пассивки, что нам поможет продвигаться. Играем на сларке, стандартный физический билд для данного героя. Будем играть, в принципе, через максимально быстрое прохождение. Постараемся как можно быстрее выйти на последнюю локацию. Ну и по сборочке, если вы вдруг позабывали, то я вам, в принципе, все покажу, все расскажу. Так, давайте сейчас для начала пособираем все рунки. Руны очень много тут дают. Наша основная задача это выформить как можно быстрее Мидас. После чего мы с вами выходим в предметы, которые будут нас повышать по демеджу. Так, и последний у нас тут находится, да. Не дает руну ускорения. К сожалению, с руны ускорения довольно быстро можно разгоняться. Ну ладно, это как будто бы не страшно. Так, в принципе, с появлением буквально парочки предметов можно уже проходить дальше. Напомню, что у нас локация разделена в левом нижнем углу карта на несколько зон фарма. И слева направо вот так вот оно идет мышкой. Да, я сейчас провел. Возможно, обратили внимание. По повышению уровня. Для того, чтобы апать предметы, нам, естественно, нужны души. Надо убивать боссов. Черепками показаны на карте. Вот. И собирать итемы. Так, ну как можете заметить, у нас уже буквально третья минута игры. Уже 200 урона с руки, что очень даже неплохо. Так, обязательно скинули Мидасик. Все, можно, в принципе, уже фармить в данной локе. Сейчас возьмем масочку. И с масочкой будет уже вообще прекрасно. Но он замечательно фармит. Герой просто прекрасный. Сейчас соберем для него еще БФ. И с БФ вам станет вообще все намного ярче. БФ, криты, бабочка. Очень много предметов на сварке, которые апаются до радужного апгрейда, так сказать. И это довольно приятно. Потому что на некоторых героях хочется собирать... Нужно, точнее, собирать определенные предметы. Как, например, там... Не знаю, где-то что угодно. Любой там физический, либо магический какой-то предмет. Но он при этом, вот как, допустим, у дезолятора, да, есть сфера радужная. И всего 4. 4 предмета апаются до радужного апгрейда. И при этом два из них идут на сварка. То есть, соответственно, это у нас идет бабочка и... Скинули медасик. Бабочка и... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Дезолятор. Да, естественно, дезолятор. Бабочка последняя. Она, кстати, какое-то время не работала. Но я надеюсь, что ее починили. Так, капаем ультимейт. Золотой грибочек. Это хорошо. Последняя бабочка прям лютейшие какие-то статы дает. Там 1200 ловкости и так далее, и тому подобные вещи. Так, есть БФ. Все. Фарм у нас определенно начинает ускоряться. Дальше с вами давайте пойдем в Кирасу. Ну, чтобы еще быстрее это увидеть Крипчиков. Минус армор все-таки будем им всем вешать. Ну и плюс небольшая скорость атаки. Бабочка, дезолятор. Бабочка Кираса, бабочка дезолятор. Вот наши основные предметы, с которых мы будем... Нет, вот этого я не хочу убивать. Я его лучше съем. А, сука. Сварк решил сделать все за меня. Мидасик у нас просто откатывался. И с учетом того, что он скейлит получение дополнительного золота. А золотые грибочки у нас дают довольно больше золота. Ну, не грибочки, а Крипы. Соответственно, лучше Мидасикам кушать именно золотых. Блин, вот как назло. Всех поубивал, а новых золотых не появляется. Вот как будто бы... Вот смотрите, сейчас я, блин, на одного съем Крипа. Кстати, Мидасик я не дапал до конца. Одного съем Крипа, и сейчас где-нибудь вылезет золотой. Вот, сто процентов. В принципе, у Сварка, как бы, скиллы все стандартные. Тут объяснять особо не приходится по скилл-билду. Вот, максим пассивку. Ультимейт, кстати. Ультимейт тут работает довольно криво. В плане того, что ты начинаешь под ультой, допустим, хочешь пойти побить боссов. Но при этом боссы просто тупо разворачиваются и убегают от тебя. Потому что они не понимают, что вот черт, нас кто-то дамажит. А мы никого не можем. Так, давайте, наверное, заберем вот этого Крипа. За него довольно много денег дает. Но это как мини-босс первый у нас идет. У него есть пассивка, что чем меньше у него хпшки, соответственно, тем сложнее его пробивать. И данная пассивка присутствует на всех Крипах, к сожалению или счастью. Так, мешочек с золотом. Все, апнули. Нам нужен золотой. Очень нужен золотой. Хочу увидеть. А его тупо нету нигде, представляете? О, есть. Отлично, все золотого съели. Таланты тоже на сварка особо не проработаны в данном режиме. Они, в принципе, классические. Причем некоторые даже бессмысленные. Там, типа, плюс 40 секунд действия Essence Shift, который, в принципе, нам как бы, ну, все равно, сколько он действует. Ладно, дальше у нас идет по апгрейду. Это интересный предмет, который делается с Момчика. И он... Так, он еще дальше апгрейдится. Он дает неплохие статы по скорости атаки. Но самая интересная у него особенность, это то, что он увеличивает исходящий дэмэдж при активации... Сейчас, давайте я его соберу. Смотри, какая славная заточка. И не попади. Вот, видите, у нас пошли стаки, и мы увеличиваем на определенный процент, до 45 процентов, соответственно, наш исходящий урон. И это очень поможет вот как раз-таки на боссах, когда... Ладно, давайте не будем искать золотых. Когда у нас получается следующая ситуация, мы пробиваем босса, допустим, нормально все, у него начинает падать хп, и после этого у него активируется пассивка, которая, чем меньше, вот как я говорил до этого, у него хп-шек, тем меньше он получает дэмэджа. Вот, а при активации вот этого предмета, да, ганглетки, мы увеличиваем наш исходящий дэмэдж, и тем самым позволяет нам пробить его все-таки до конца. Так, давайте сделаем бабочку. Бабочка у нас апается через Рошана. Для этого нужно сразу две бабочки покупать. Друзья, смотрите, если вам нравится этот режим, и вы хотите, чтобы он был играбелен, давайте как-то накидаем каких-нибудь идей в комментариях разработчику, чтобы он увидел, что его кастомка интересуется, и зашел бы вот по вашим идейкам какие-то обновления, внес там что-то поменять. А по ходу игры, может, что-то увидите, что-то вам там не понравится, не знаю, или захотите видеть это в каком-то ином ключе, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Вот, а разработчик обязательно заглянет и что-то поменяет. Так, полетели Рошана убивать. Вот, дэмэдж у нас сейчас не очень идет. Активируем, активируем. И дэмэдж. Усиливается. Так, все, кайф. Бабочка есть. Бабочка есть. Полетели. Тут пробежимся быстренько. Нас интересует еще дезолятор. Без него никуда. Был золотое, я не скинул на него медасик. Ну ладно. Дезолятор. И было бы неплохо, наверное, заапгрейдить. Ну, кстати, Саша Яша прикольный предмет. Но я его собирать не буду. Ладно, на самом деле мы... О, мне Скади. Скади выпало. Вот Скади это кайф. Скади это то, что доктор прописал. Ладно, полетели на первого босса. Сейчас накинем ему дэмэджа. Ну, тут вообще нечего. Плюс один кражи возьмем. Так, в первую очередь мы апаем дезолятор. Потому что у него много брони у данного босса. И, соответственно, ее нужно как-то пробивать. Ну, с первым боссом проблем нету от соло совсем. Так, это ломаем. Тоже ломаем. Не хочу на базу лететь. Ух ты, мне сразу какая-то пассивочка выпала. Приятненько. Можно, в принципе, уже на этих крепочках фармиться. Дальше мы с вами апаем ганглетку. Можно, конечно, кирасу. Ну, хотя, в принципе, давайте, правда, кирасу апнем. Все, по КД находимся в второй уже локации. Получится. Хотя, по факту, она как бы третья. Ну, вторая, да. И тут с вами будем сейчас выфармливать первые зеленые предметы. Крепочки рассыпаются. Мидасик не забываем, кстати, использовать. Я люблю позабывать эти вещи. Так, ну, по идее, сейчас уже должен резнуться босс. Давайте вот эту пачку забираем. Возвращаемся сюда. Давай, босс, появись. Отлично. Золотой я тебя сейчас отдельно съем. Зелененький есть. Дальше идем к ганглетку. Так, где-то тут мешочек золота. Не забывайте иногда прожимать через альт смотреть, какие крипы, ой, какие крипы, какие предметы лежат. Потому что, если, допустим, кстати, включать автопардор предметов для того, чтобы сферы сами поднимались. Ну, хотя сферы вроде и так сами даются. Больше то, что книги ловкости, чтобы поднимались. И вот такие вот всякие нейтральные. Кстати, 50 скорости передвижения. 500. Это кайф для нас. В самом начале. О, сразу два золотых. То, что доктор прописал. Я, пожалуй, этот предмет на какое-то время оставлю. Мешочек. Чтоб мешочки было видно. Потому что мешочки довольно много могут давать. Там рандомное количество золота падает. Так, и сейчас, по идее, должен уже появиться босс. Ну, фармим прямо вокруг него. Да, вот он босс. Вот, мешочек от одной до тысячи золотых. Для разгона это прям то, что надо. Так, ганглетку апнули. В принципе, можно уже выходить на следующего босса. Потому что дальше у нас тут фиолетовая, тут фиолетовая. Можно, в принципе, вот это апнуть, летать быстренько. Наверное, так и сделаем. Скади очень-очень хорош для боссов, для их убийства. Потому что очень сильно режет, во-первых, скорость атаки. Во-вторых, дает нам статы необходимые. Вот, но самое главное, он режет им хп-реген. Вот видите, сейчас довольно сложно его пробивать. И у всех боссов тысяча хп-реген. Ну, по-примейле, так рисуется. Вот, а за счет скади мы это убираем. Вот, и вот, как видите, сейчас ганглетка у нас откатывается. То есть, вот 72, 71, 70. Да, вот я, ну, типа 7000 считаю. Вот, как можно, грубо говоря, как секунды. Да, вот эти первые две цифры 65. Ну, видите, как оно уменьшается, да, с какой скоростью. А теперь я прожимаю ганглетку и смотрим на дэмэдж. Насколько быстрее все это стало происходить. Вот, без ганглетки я бы его долбил бы сейчас просто до потери пульса. Так, есть фиолетовый предмет. Выкидываем скади. Фиолетовый сразу апаем в дезолятор. Скидываем меддасик. И, в принципе, все. Мы можем фармить уже на данной локации. Так, а вот это, кстати... Нет. Не интересен нам этот предмет. Все, ганглетку пока не трогаем. Денюжки, в принципе, можно сейчас повкидывать либо в уровень, либо в статы. Но нам очень много надо будет апать предметов. Поэтому денюжку мы пока ни на что не тратим. Кстати, совсем забыл. Вот очень важный предмет, с учетом того, что у нас много скорости атаки. Это мы будем менять на... На этот... На АБФ. АБФ, на самом деле, он такой опциональный предмет данного героя в этом режиме. Он как бы приятен. То есть, видим, мы все-таки наносим какой-то дэмэдж по области. Но не то, чтобы прям слишком критично это было. Прожали ганглетку. Ну, все тут, в принципе, уже за действие бафа от ганглетки погибает. Так, ее, собственно, сразу и апаем. Все, кайф, можно двигаться дальше. Так, переложили. Я, наверное, даже не буду сейчас БФ использовать. На потом его оставим. Так, нам надо еще кирасу апнуть. Кирасу, криты и бабочку. И, собственно, можно идти уже на синего босса. Как рыба в воде. Вот, действительно. Так. Почему-то перестали активироваться предметы. Давайте мы их вернем. И продолжим. Кстати, друзья. Ну, вот я все проговорил для тех, кому нравится этот режим. Если вам вдруг он не нравится, то вы можете в комментариях предложить мне режим, который вы хотели бы увидеть на канале. Тоже как бы поможет и мне, и вам. Вот, а если еще вдруг у вас такая беда, что на ютубе затруднительно смотреть видосы, то вы всегда можете... Жалко, вот эта херня не работает. Вы всегда можете подписаться на мой рутуб, о, господи. Да, рутуб, рутуб канал. Ссылочка на него есть в описании к каждому видосу. Если у вас трудности именно с ютубом, то можете без проблем его смотреть. Видосы, в смысле, на рутубе. Так что загляните, подпишитесь. Время у нас такое непростое. Лишним не будет. С вас не убудет. А мне это тоже поможет немного развиваться. Мешочек потерял. Еще очень классный предмет, кстати, на сварка. Да, в принципе, как и на любого физовика, это апнутая... Апнутая сабля. Поначалу она как бы не то, чтобы прям сильно много дает, но на перспективу очень классный предмет. Так, англетку прожжали. Давайте бабочку апнем. Потому что апнутая сабля, помимо того, что двойную тычку дает, он еще и призывает юнита, ну, нашу копию, которая в перспективе с прокачкой будет вносить дэмэджа больше, чем мы сами. То есть мы еще больше дэмэджа будем вносить. Так что не стоит игнорировать этот предмет. Но я его соберу немного позже. Так, что тут у нас выпало? Все, в принципе, последний предметик мы тут с вами собираем. 40 броней. Ладно, пусть тут просто полежит. Ломать я его пока не буду, хотя с броней у нас как бы проблем особых и нету за счет того, что у нас миллиард ловкости просто. Вот не пойму, работает ли пассивка титана. Ни фига она не работает на крипах. Давайте последнюю паучиху забираем. И выдвигаемся уже на свардаров. На синий гвозов. Вот, собственно, и она. Постоянно забываем и дасик скинуть. Ну ладно, не страшно. Так, у нас последний, да, обгрейд остался. Давайте подождем кулдауна ганглетки и как раз настакаем. Настакаем ту самую ганглетку. Кстати, забыл сказать, что прожимать ее только, когда у вас 50 стаков. Потому что, соответственно, чем больше стаков, тем профитнее ее использовать. Так, активируем. Босс вроде потихонечку падает. Сразу делаем с вами дезолятор. Не успеем за одно действие. Придется, наверное, дождаться кулдауна, потому что дэмэдж, видите, да, как сразу очень-очень сильно падает. Ну ничего, сейчас откулдауниться. То есть, видите, ну он вообще прям за счет вот этой пассивки. Так, активируем. И сразу пошел урон. Ну, кстати, возможно, даже два раза придется ее активировать. Но со вторым будет проще. Благо, синий их стоит двое боссов. Чуть-чуть не хватило, но, в принципе, погибает. Да? С трудом, просто с трудом. Полетели сразу на следующего. Ганглетка сейчас откатится. Мы как раз его раздамажим немного. И понеслась. Красота. Просто кусками отрывается уже хпшка у него. Все, есть такое дело. Ждем распауна этих боссов. А пока фармим кракенов. Вот этих вот. Можно прожимать бабочку. Пробегая между слотами, скорость передвижения вообще лютая становится. Кстати, если кто не понимает, что это у меня за пассивка, это что-то наподобие пассивки вайда. То есть, я могу уклониться от физических, либо магических атак. Так, возродился босс. Сразу ганглетку апаем. Супер профитный предмет. 605 стаков, 2000 ловкости. Просто вот ни с чего. Так, ну этого мы уже без ганглетки, скорее всего, убьем. И полетели сюда. Так, еще какой-то скилл нам предложили взять. Ой-ой-ой, вот это я сейчас протупил. Ганглетку прожал без таков. Вот так делать не стоит. Так, тут мы уже с вами апнем криты. Вот видите, действие закончилось. Дамедж не чувствуется. Так, перекладываем мидасик. Мидас пассивно очень много денег приносит. За каждого убитого крифа дополнительно голду получаем. Поэтому его держим прям до талого. Мне нужно апнуть кирасу. Ой, кирасу. Скади, чтобы выйти уже на последнего босса. Скади, к слову, нам еще очень сильно поможет на предпоследнего кифарма, на энчантрес. У них очень дикий реген. И без Скади сложно его пробивать. Давайте, наверное, Скади уже дофармим. Осталось пару крифчиков буквально. Полетели на босса. Так, ну вот с этого момента уже можно, в принципе, потихоньку собирать саблю. Так, а тебя мы апнем во что? А не во что, да? Тут уже красный. Ладно. Вот в саблю его и вставим этот. Скорость передвижения, конечно, у нас упадет немного, но это не страшно. Так, душа есть. Полетели, заберем зеленую. Зеленой проблем нету. На суперскорости полетели сюда. Так, а вот эту книжку мы с вами используем на место этой пассивки. Так, замедление передвижения. Тут урон от ловкости. Ну, как бы толку нету от пассивки. От пассивки ВР-ки. Так, тут в первую очередь делаем дезолятор. Два раза придется ганглетку прожать. Даже, возможно, три. Но вот сложно пробивать. Вот сейчас у нас наносят сто процентов. А на последнем уровне прокачки сто семьдесят пять. То есть, дабл дэмэдж такой встроенный. Поправочка. Три раза придется нажать ганглетку, чтобы убить первого босса. Ну, с дезолятором будет уже попроще. 320 брони будет резать вместо 180. Вместо 160. Кираса очень мало срезает, поэтому на ней акцент пока не делаем. Возможно, даже четыре раза. Но этого босса надо забрать. Без него мы не сможем дальше продвигаться. Да, четыре раза придется нажать. Ну, благо у нас есть скади. Не дает ему сильно регениться. Хотя реген у него по факту сумасшедший. Ну, жалко, я до этого тестил сларка. посмотреть на каких предметах по таймингам куда выходить. И мне с вот этих книжек выпала пассивка джаггера. дэмэджа она прям очень много давала. Все, дезолятор есть. Летим сюда. Выфармливаем этих крипчиков. Не то перекинул. Ждем следующего красного и с него мы с вами уже делаем бабочку. Потому что бабочка у нас дальше будет апаться красная и потом нам нужно опять пройтись по всем боссом. Ну сразу два мешочка неплохо. Золотые пошли кайф. Красный появись не что-то потратить. кайф. Так скади без скади как жестко сейчас-то было. Ну дэмэджа уже явно намного больше. Так давайте бабочку до красной сразу ее проапаем. Сделаем бабочку потом потом еще раз красную ганглетку а вот кераса у нас уже апается от сларка. С сларком придется прям там помучиться. Возможно даже я перед тем как выйти на сларка запаю все остальные предметы красный. так полетели заберем Рошана с Рошаном разговор у нас короткий. Давайте на зеленого. зеленого проще ТП шнуться да. Бабочка теперь у нас перестала быть прожимной но мы можем вот так сделать. не можем не работает интересно так нейтралка это есть о красненький ну давайте ее заменим Виндран Виндран на самом деле там вроде была еще какая-то интересная пассивка но Виндран нам чисто для что это а гений Виндран мы поставим вот сюда просто дополнительно ему вспит а синий нам второй не нужен нам красный нужен прожали ганглетку кстати нет красный я ганглетку сделаю сначала не успею второй раз прожать наверное и нужно будет немного поформить крипчиков уже красный все предметы добить и после этого смело выходить на сварка потому что мы будем дико терять там время крипов рядом с боссом вот этим красным формить смысла особого нету потому что они воруют деньги в процентах если не ошибаюсь и лучше уже побегать на вот этих осьминожках так не травочка кстати 1000 урон мне некуда положить некуда от слова совсем ждем красного но тбф этот сломаем не лететь и вот это не продавать так овендран у нас интересно апается от аганима забыл опять переложить медасик ладно уже не страшно сейчас я думаю вот этих вот шестерых забираю да вон красный уже появился давай тут уже добьем и с одной ганглетки по идее мы его забираем да с легкостью так красное апаем бабочку и снова по кругу бежим фармить тех ребят вот видите как сложно пробивается на последнем уровне сука эта тварь тоже у нас деньги ворует по тысяче раз в 3 секунды так еще один скил скилл вайда тоже прикольно но лучше мне выпали какие-то баши медасик медасик не забывай вот золотых мы даже не ищем ах ты ж ёб твою медь ладно хорошо я мобильный довольно-таки так у нас получается два красных и мы максималка перед сларком 180 тысяч в кармане можно будет в принципе потратить либо на статы либо на уровень так тысяча скорости атаки по простройкам неинтересно на тебя мы сейчас медас скинем все кайф перекидываем скади и под ганглеткой погнали так апаем саблю вот это он денег ворует нормально так миссы к сожалению против него не помогают от слова совсем ну что у каждого босса пассивка которая не просто с шансом пробивает миссы а она в принципе не дает боссу никогда промахнуться опять забыл медасик переложить сварк кстати не то чтобы самый сильный герой в этом режиме мне кажется даже тот же леон которого недавно буквально выкладывал по этой кастом очки намного сильнее смотрится ну тут в принципе любые маги процентники смотрятся сильно в принципе как и в любой кастом кинофарм с учетом того что у крипов очень много статов различных лучше всего смотрятся герои которые либо очень много режут брони желательно в процентном соотношении либо очень сильно дамажат процентами с этого со скиллов магическими но все равно герой интересный у нас уже 798 стаков и почти 3000 ловкости бабочка сейчас дает нам 1500 900 900 ловкости ну супер мало так все дополнительные скиллы у нас закончились выходим на сларка со сларком сложно у него это дурацкая ульта которая неплохо так регенит его так прожимаем ганглетку дамедж вроде какой-то идет сейчас главное с него ульту выбить за действие ганглетки тут нужно теперь будет сейчас все по таймингу делать значит смотрите он сейчас в какой-то момент нажмет ульту у нас как бы уже ганглетка откодешилась но я ее использовать пока не буду главное чтобы он ульту нажал дурацкую давай жми уже вот нажал ульту и после этого мы нажимаем ганглетку то есть смотрите у него ульта ушла в кулдаун 24 секунды ганглетки 28 длительность у него ульты около 3 секунд то есть он получает full демедж под бафом ганглетки вот он сейчас закончится он нажимает ульту регенится и после ульты сразу начинает получить урон с бафом от ганглетки вот он ушел в ультимейт и сразу с ганглетки пошел демедж так на самом деле можно сейчас книжек немного поесть сварка мы забираем все четко по таймингам так книжку эту ломаем от нее толку нет и давайте съедим немного статов так что мы можем с вами заменить мы можем заменить да в принципе что угодно ничего из этого интересного нам не дает летим фармить крипчиков можно сейчас на самом деле быстренько повыбивать себе все сферы для апа керасы потому что кераса тоже у нас после сварки еще раз апгрейдится на самом деле я наверное так и сделаю пошли сюда под вендраном побежали сейчас как раз ларк тогда возродится пока мы тут всех крипов допробиваем он с ларк уже возродился окей возвращаемся ну и тут в принципе все точно так же прожимаем ганглетку выбиваем с него ульту да отлично сейчас 20 секунд у нас где-то 10 секунд будет да я думаю идеально мы сейчас со второй ганглетки просто его заберем да четко по таймингам оп и давай до свидания 6 секунд блин могу не успеть не успею не хватит дэмэджа твой направо сука он сейчас отрегенится прям сильно вот почему нужно прям в тайминге эти ганглетки нажимать потому что у меня действие вроде еще не закончилось а он уже ушел в ультимейт ну сейчас по идее должно хватить опа все кайф так нам нужно синее сине полетели за синий синя раз синя два красная и бирюзовая сюда мы в принципе тпшнимся и на самом деле мы вот пока сларка нет уже с легкостью можем стоять долбить вот этих вот крипчиков ганглетку прожали и дэмэдж пошел с этих крипов у нас уже по 100 статов книжки падают приятненько вот вот чего не хватает в режиме этом вот так сделаем imperial defense hero defensions вот вот в этих всех режимах не хватает вот одной простой особенности чем дальше ты уходишь в фарм крипов но выше этим статы у крипов тем больше пусть книжки с них падают а то у них на последней локации с книжки по 5 статов падают но вообще не комильфон так очень быстро выбили с него ульту как раз по идее успеем 8 секунд сейчас под ганглеткой его раздамажим минус армор у нас уже солидный апнута кираса уже в процентах снижает броню ах ты ж тварь опять не хватило чуть-чуть буквально и он сука на фол отрегинился 6 секунд 4 кто на секунд 8 будет да по идее должно хватить хватит хватит мне хватит успею четко так все возвращаемся к нашим козам тут в принципе нет тут надо делать именно вот так книжку можно в принципе закинуть сюда вместо тпшки просто статы чтобы у нас прожимаем ганг лет и дэмэдж пошел ну вот книжки по 100 статов отсюда падают статы нам очень нужны сейчас будут потому что чтобы выйти на следующего босса там нужно какое-то колоссальное количество статов иметь без этого никак так что дальше апаем ганг летку сейчас сларк появится не хочу пока ее прожимать хотя как будто вы стоило уже полного него танцорк так криты у нас красная 28 секунд будет боюсь не хватит опять может не хватить 10 18 8 секунд ну попробуем да по идее хватит дэмэджа уже нормально так у нас а я еще и без этой хрени да хватит прикиньте сейчас на 500 хп ульту прожмет не прожмет не прожмет так дальше покупаем книжки сейчас под ганглеткой тут нормально поформимся можно кстати на самом деле купить таких вот буквально 9 штук и теперь мы можем спокойно кушать медасиком ну красота лепота чтоб на следующую локацию выйти мне кажется там что около 200 тысяч хп должно быть потому что там крипы по 12 миллионов бьют бьют если не ошибаюсь но они прям супер лютые ну ладно нам нужен еще один сларк точнее еще два сларка получается на бабочку и на криты ну сейчас ганглетка откадышится и полетим на сварка генится вот они прям сумасшедшим образом так ладно полетели вот это перекинем ну он уже прям супер сильно отваливается 90 тысяч хп тут можно даже без ганглетки да господи 12 17 мне придется нажать зачем прекрасно сларка то что вот эти вот скил не особо полезные так это то что так вот это мы капнем то что их всех можно поменять тут же скил можно менять ой золотая золотую я не буду трогать сука пацан сказал пацан сделал так еще немного статов сведем тебя и под ганглеткой пошли там буквально стычки умирают а нам получается еще один сварк нужен ну вот у нас друзья 45 минута 1000 пассивок все как обещано все полетели заберем сварка 1002 пассивки дождемся наверное ультимейт а потом уже ганглетку пробьем потому что все таки первую половину хп пробить с него намного проще дальше дурацкая пассивка включается это хорошо что он еще с нас не ворует фулл статы у него это тоже пассивка сварка каннибализмом каким-то занимаемся на самом деле открытый апнули книжечку мы эту не используем так и полетели снова к энчантрисам ну сейчас попробуем на 150 тысяч хп выйти но что-то я сомневаюсь у нас что-то получится 160 добить уже 200 не давайте добьем 200 добьем 200 это довольно быстро чем будем по 10 раз умер 0 раз ну вот сейчас начнутся первые наши смерти на этих крипах потому что нам нужно выбить получается 1 сферу 2 сферу 3 3 сферы надо выбить 170 ну я думаю на следующую ганглетку мы в принципе нафармим себе потому что без нее дэмэджа намного меньше можно кстати еще апнуть вот этот предметик что-то я прям про него совсем забыл давай нажимай свой ultimate сейчас мы тебя под ганглеткой быстро разберем все кайф так ну ждем кулдаун на ганглетке и выходим с вами получается на а я 150 тысяч кп хотел сделать не 150 200 200 ну возможно даже хватит 180 а с этим у нас 188 ладно не давайте 200 уже стабильно чтоб все было четко 190 еще книжки тут падают прям по кайфу 1155 у нас пассивок 197 все 200 ну как говорится друзья погнали я вышел вышел с этого хотя не баф вроде висит все кайф да вышел с ганглетки ну теперь надеемся что нам довольно быстро выпадет сфера у крипов мясы неплохие под винраном должно быть все нормально а ну вот они даже попадают нормально сейчас под ганглеткой дэмэджа больше будет с этих крипов кстати уже о первая черная душа так первую черную мы делаем в изолятор вторую мы делаем в кирасу довольно быстро падает так и бабочка все проблем у нас нету четко стоим фармим так смотрите что мы тут с вами делаем во первых мы сейчас накупим очень много статов ну как много я хочу на самом деле купить себе сколько у них трехсотый у них вроде уровень да у них трехсотый купить уровень хотя бы 200 ну 250 уровней 250 книжек на уровне смотрите буквально чуть-чуть тут постояли уже 4466 ну это на 1000 статов книжки попадали боже сколько мы сфер тут повыбивали просто хочу есть их медасиком этих крипов апгрейдим уровень хоть на колесико это ставь то я переборщил многовато купил просчитался чуть-чуть ну ладно можно теперь их кушать так и на данном этапе надо нам искать какие-то интересные скиллы это все шляпа все не то и все не так нам нужен какой-нибудь хороший минус армор ну кстати криты это неплохо хороший скилл но не под нашу сборку тоже все это не надо ну кстати вот 350 брони снижать давайте мы это повесим вот сюда прыжок мы с вами уберем чистый дэмэдж можно конечно пусть будет так вот сделаем так что давайте шардовый скилл поменяем ну как бы 1200 процентов это очень много но не то что нам надо ищем что-то супер полезное так последний раз сейчас меняем если ничего не падает то убивать ладно пошлите убьем зевса ух ты тимофей иконка такая же нам нужны радужные радужные предметы первые другая дело а а а а а а а теперь ты мой а 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 смогу ли я тебя пробить? Довольно жесткий. Без ганглетки сложно. Боже, как же мало этот минус армор висит на нем. Накинул свое говно. Да, с вот этим боссом придется повозиться какое-то время. Вот его, именно армор ему срезать. У него физзащита 99%. Хорошо, что у него каких-то скиллов таких жестких нету, которые будут нам, ну типа, ульты сварка или подобные вещи, которые будут нам дико мешать его пробивать. На самом деле, реген у него не сильно большой, пробивать мы его пробиваем. Надо будет вот сейчас прям четко искать скилл, пассивку дровки какую-нибудь. Ну, тут есть своя пассивка дровки, которая неплохо армор режет в процентах. Там баша вайда, который дополнительно будет работать, как мирорубойт, ну как дополнительные тычки будут вылетать еще больше дэмэджа. Ой, так уже сильно не помню, что там еще интересное есть. Мы его пробиваем? Да, мы его пробиваем. Крыты какие-то дополнительно, можно еще повесить. Боже, хорошо, что у него в офисе нет, я бы его в жизни, наверное, не убил. Не успел повесить. Длительность 18 секунд. Ну, зато мы его сейчас убьем, получим 10 тысяч статов. Что очень даже неплохо для нас будет. У него урона меньше, чем у этих крипов. У него урон миллион. А у босса тоже миллион. Так, ну 890 осталось меньше миллиона хпшки у него. И довольно быстро мы их сокращаем. Сейчас, я думаю, еще пару ганглеток, и будет все четко. Главное, навесить ульту ганглетка. Он очень быстро с себя снимает. Тут же вроде есть сильвер. Выключать ему эти пассивки. А давайте попробуем выключить. Ну, не то, чтобы оно прям сильно помогало. Пассивные способности на 20 секунд. Блин, ну как будто бы в этом есть какой-то смысл. Вот эту пассивку отключать. Мы, если она вообще отключается, непонятно. И мы намного больше дэмэджа бы ему вносили. Ох, как же долго его в соло убивать. Без нужных скиллов. Помню, тут можно было найти просто молнию Зевса. Которая с усилением урона от способностей. Просто шотала любого клипа, у которого много хп. Даже несмотря на все это, у нас дэмэджа по нему нормально. Так, ну я думаю, сейчас вот эта ганглетка и все. Хотя там 60 тысяч хп. Без ганглетки справимся. Ладно, нажму. О, это было сложно. Так, все. 10 тысяч статов. Погнали что-то искать. Потому что нам Зевса надо убить прям несколько раз. Крякань я не хочу слушать. Буквально стычки крипа умирает. Жесть. О. Дополнительная голда. Прикольно, что можно врожденки выбивать. Да мы сейчас пассивку алхимика, да, если не ошибаюсь, выбили. Галда нам очень нужна. Статов надо... Не статов, а книжек надо много. Дополнительный урон херня. Нужны процентники. Взять что ли на скорость передвижения. Так, нейтралочка какая-то выпала. Которая нам не нужна. Ультимейт нам не нужен. О, минус армор. Хоть небольшой, но все же. Лишним не будет. Так, ульта траля толку нету. Крыты джаггером. Это мощно. Вот эту хрень можно поменять. Но она сейчас проценты не бьет. Блин. Пофиксили довольно быстро этот момент. Ну, еще эти криты и смысла брать нету, наверное. Нам нужен именно минус армор. Потому что если с этими крипами мы с последними справляемся прекрасно, то вот с боссом будут определенного рода проблемки. Вот скилл дровки, но не тот. Так, появился следующий Зевс. Ну, давайте пока еще немного поищем. Потому что он стал еще сильнее. Вот. Вот это, кстати, тоже хороший предмет. Увеличиваем наш исходящий дэмэдж. Так, знаете что? Я хочу сделать одну интересную вещь. Команду ввести в консоль, чтобы не было ни до его хлагов. Очень помогает. Ну, хотя бы еще немного минус армора. Так, ну, я думаю, можно... О, еще минус армор. Это хорошо. Так, тебя мы выкинем. Просто хочется максимально упростить себя убийство босса. Просто пассивку дровки найти. Ладно, давайте пока так. Полетели. Вот так. И вот так сделаем. Прожали ганглетку. Ну, да. Намного проще стало. Определенно. Вот эта пассивка много дает. Получает на 280% больше урона. 320. Да, явно побыстрее. Так, еще 10 тысяч статов. И ищем дальше, получается... Последний скил. Ой, не то свапнул. Ну, приди, пожалуйста. Ну, приди, пожалуйста. Мне бы 10 раз бы уже этот скилл упал. Бонус базовому урону от атак. Да, неплохо. Мер расчет мы уберем. Так, ну давайте, наверное, врожденки менять. Давняя скорость передвижения, восстановление здоровья в секунду. Это нас уже не интересует. Сейчас последний босс появляется. И можно будет выходить уже на следующих. Хотя финальные боссы, мне кажется, по сравнению с Зевсом так себе. Они рассыпаются еще быстрее. Хочется еще же дэмэдж проверить наш максимальный. На этой... На манекине. Так, и сколько мы в итоге? 3000 стаков, 11000 ловкости. Ну, неплохо, на самом деле, неплохо. Ну, это так себе. Не упадет, да, по всей видимости? Вот еще книжки, кстати, можно было бы сделать, чтобы они стакались в одну, а не как отдельными предметами. Вот этого точно не хватает. У меня как бы силы много, но не от этого играем. Да, я на пассивку кентавра. Мысли вслух. Хотя у меня вся игра, это мысли вслух. Сам сижу. Сам с собой говорю. Ладно, давайте Зевса убьем. О, стоп. Что-то перестал стакаться. Вот эта вот пассивка до этого прям четко стакалась. Ну, с каким-то шансом. Так, ну сейчас первый радужный предмет выпадет. Сразу его в дизоль засовываем. И проблем, в принципе, не знаем. Странно, что Раптура перестала стакаться. А, блин, нету нажал. Конечно, не на Q. Так, радужный дизолятор есть. Ищем дальше предметы. Ой, скиллы. Нам еще надо два радужных. Точнее, два. Да, один, один. Так, пассивка МКС, не ошибаюсь, на крипах тут не работает. МК вообще бедолага в этой игре. Толку от его скиллов вроде нету. Мне кажется, я настолько быстро убиваю крипов, что они сейчас просто перестанут появляться. Вот, один скилл мне найти, и я успокоюсь. Ой-ёй-ёй. Отторжение входящего урона. Ну ладно, давайте возьмем приятный. Можно, в принципе, криты Чаоса поменять. А, подожди, тут 610, 525. Вот это можно поменять, от него толку нет. Так, ну все, один Зевс, и уходим на финальных боссов. Нет, один Зевс, проверяем урон, и тогда уходим на финальных боссов. Придет, не придет, не эта пассивка, черт с ней. Дэмэджа у нас и так, как бы, извините. Немало. Ну, тот предмет. Вот принципиально, да, мне игра не дает. Когда у тебя все так идеально. Кстати, ни разу не умрили. Вот, кстати, тоже неплохой. Скилл. Блин, я вот не знаю, что мне менять. Эти криты или эти. Тут 35 шанс. А тут меньше. Ладно, давайте там, где меньше шанс. Зевса пока нету, а вот шансы выбить скилл есть. Появился Зевс. Давайте пять попыток. О, кстати. Дэмэджа стало больше. Что у нас тут? Снижение здоровья у героев. У врагов радиус снижена броня. Снижение брони 25. Скорость атаки. Дополнительного урона. Но мы дополнительный урон, как бы, стакаем. Ладно. Так, прожали в вышку. Что? А где вас? А почему так быстро? Ну, ладно. Очень быстро. Давайте подождем каудаун. Проверим наш дэмэдж. Итого. На манекене. Блин, а дает ли нам что-то эти 30 тысяч дэмэджа? Офигеть, у нас полмиллиона урона с руки. 15 тысяч ловкости дополнительно. Жестко. Не получится проверить. Я сломал манекен. Твою направо. Да я сломал манекен. Но это из-за вот этого предмета, скорее всего. Жесть. Просто взял, сломал манекен. Ну, сейчас попробуем без мирорбойда. Он вроде возрождается через какое-то время. Давайте пока с боссами пообщаемся. Болгонус ест. На 5 секунд. Убил. Вот и первая смерть. Ну что, как раз манекен возродится. Вот этот, сука, предмет вечно ломает манекены. А вот, появился манекен. Давайте вот так вот сделаем. Прожжали. Не прожжал. Ну, проверим, сколько с ним, сколько без него дэмэджа. 851 миллион. 851. Сейчас проверим, сколько с первым скиллом дается у нас. Правда, я тут статов немного нафармил. Ну, ладно. Все, 50 стаков есть. Полтора миллиарда нет. Очень много дает этот скилл. Так. Ускакал парниша. Все, планы поменялись. БКБшку на него надо бы, конечно, взять, но ладно. Так, с этим вопрос закончен. Погнали, убьем еще одного Зевса. Зевс, давай, до свидания. Правда, некуда вставить этот предмет. Можно, кстати, быстренько выформить, пока возрождается вместо... Это, допустим, вместо скади. Еще один бирюзовый. Это у нас... Молнии, молнии. Да, вот с молниями. Можно тоже будет. И, кстати, с молниями. Сейчас дамаж проверим, насколько они вообще профитные. Сюда на ноге, в принципе, добежим. Крылья, кстати, можно было купить. Я считаю, я совсем про них забыл. Совсем. Так, Сларк. Намного быстрее с крыльями передвигаешься, говорят. И... Одну сферу нам надо. Черная душа. Есть. Ничего менять не буду. Так. Две пассивки. Давайте проверим дамаж с молниями. Сколько у нас там было? Два миллиарда, да? Прожали. Ганглетка. Ну, молнии, что там? Двадцать тысяч дамажа. Две тысячи к урону. А, пять миллиардов. Ничего себе. Пять миллиардов. Это прям нормально. Побежали дальше фармить. Ну и остается только спектра. От спектра мы, кстати, умрем. От нашего дамажа такого жесткого. Поэтому для спектра, кстати, неплохо зайдет вот этот предмет. Чтобы не погибнуть от нее прям сразу. Вот так вот сделаем. Давайте, наверное, все-таки купим крылья. Ну, представьте, сколько дэмэджа у меня будет, если я нашел бы пассивку дровки, которая в процентах там еще очень люто режет дэмэдж. Не дэмэдж, а этот армор. Ну, кстати, можно вместо редакшена найти ее. Попытаться. А вдруг... Блин, там уже появилась подруга. Ладно, давайте сейчас фулл деньги трачу. Если не нахожу, то до свидания. У меня там полтора лямчика всего лишь. Эндрейдж. Походу, не судьба, да? Найдись, найдись. Вот опять скилл дровки, но не тот. Ай-яй. Промахнулся. Ну вот, как оказывается, на физиках тоже неплохо можно разогнаться. С учетом того, что... У него процентов особо каких-то нет. У него просто дохренили он урона с руки. И неплохой минус армор. Так, деньги почти закончились. Сейчас еще буквально пара-тройка попыток. Он, кстати, ульта ухимика очень неплохая. Ай, черт с ним. Под ультой ухимика давайте затестим дэмэдж и... Хватит. Хотя у нас вроде скорость атаки и так максимальная. Ульта ухимика вроде ничего не даст нам. Но, с другой стороны, да, 8 миллиардов. Погнали. Здравствуйте, спектра. У меня есть для вас отличное предложение от компании Reflame. Называется «Анигиляторная пушка». Вот такой вот у нас примерно сегодня сларк в кастомке ThunderCode RPG. Прекрасный режим, который я очень хочу возродить, но без вашей помощи мне никак. Ставим мой кусик, пишем комментарий, продвигаем видос, кидаем его друзьям. И разработчик обязательно им займется. На сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.